Утро на Болткоме 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 где, ну, эта вакцинация, как бы, ну, должна быть, ну... Обязательной по существу, да? Извините? По существу обязательной, да, или желательной? По-безательной, да. Да, да, да. Но я хочу подчеркнуть, что, понимаете, и если что-то есть обязательное насчет вакцинации, то все равно люди имеют право отказаться. И они имеют право отказаться, ну, чисто тоже объективными, ну, какими-то обстоятельствами, да, там, скажем так, медицинские контриндикации, да, ну, что вот эти побочные эффекты такие, что, ну, человек, он понимает, что ему будет, ну, плохо-плохо-плохо, да, и он имеет право отказаться. Есть тоже, ну, религиозные вот эти, ну, ну, скажем так, обстоятельства, да, потому что религия не позволяет, ну, что-то в себе, там, ну, вводить, да, какие-то вот такие, ну, скажем так, вакцины. Ну, есть тоже, ну, люди неинформированные или живут вот в этом, ну, скажем так, ну, тогда Сасвари стоит с Бурбой, да, и они, ну, вот, нет, мы категорически... Чуверезаговая, да. Да, ну, тут очень важно тоже посмотреть, ну, как бы, третий аспект Европейской комиссии, которая, ну, как бы, ну, планирует задействовать вот этот, так называемый, зеленый сертификат, да, ну, чтобы, ну, люди могли, ну, беспредельно, ну, передвигаться там по, 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 ну, по Европейскому союзу, да, то, видите, они уже предусмотрели вот этот недискриминационный момент. Там три каких-то аспекта. Ну, люди имеют право, ну, на свободу передвижения, если они вакцинированы, или у них есть негативный тест ковида, или у них есть тест на антитела, да. Ну, и, и, и вот эти три аспекта, это, в принципе, гарантирует вот этот недискриминационный, ну, как бы, подход. То, что мы видим в Латвии, ну, в принципе, ну, то, что политики, ну, сейчас распространяют, ну, что там надо, вот, все, кто будут вакцинированы, у них там будут какие-то привилегии и так далее, и так далее. Это очень неправильная риторика. Это, в принципе, риторика, где можно, ну, так бы, ну, первозначно, ну, слышать, что наши политики, они думают и смотрят, ну, как бы, в сторону дискриминации. То, что медики говорят, что надо вакцинироваться, это все правильно, да. И, ну, те, кто могут, те, кто хотят, это и делают. Ну, так что, тут, я думаю, будут еще много дискуссий, но надо, надо соблюдать этот недискриминационный принцип, принцип недискриминации. Вот вы заговорили о медиках, не могу у вас не спросить, может быть, это напрямую не связано с вакцинацией, но это связано с пандемией. Мы знаем, что вот только с наступлением пандемии, к сожалению, правительство, наконец, вспомнило о важности медицинских работников и, вот, приняло решение о прибавке, и, естественно, медицинские работники опасаются, что только пандемия закончится, опять правительство вернется к прежней риторике, что денег нет, видите, какая была тяжелая пандемия. Я почему вас спрашиваю, я знаю, что вы много времени этого вопроса уделяли, даже обращаясь в Конституционный суд, как бы вы это все прокомментировали? Ну, в Конституционном суде мы, скажем так, проиграли, да, суд, в принципе, вынес две недели в субботу приговор, и, в принципе, ну, судебное решение не приговор, и, ну, они сказали, да, ну, что то, что было записано в законе, в принципе, политики, ну, обещали, они могут это обещание не исполнить. Ну, я хочу подчеркнуть, ну, когда юстиция о своих заработных платах, в принципе, начали решать этот вопрос, они это быстренько решили, был Конституционный суд и решили, что, знаете, да, вот работникам юстиции надо поднять, ну, заработной плат, да, ну, так что тут тоже, вот это одно решение, она как-то противоречит, ну, как-то, скажем так, тому, что сама юстиция решила насчет самим собой, да, то, что пандемия кончится и не будут, ну, как бы, вот эти прибавки, это тоже неправильно, потому что, ну, в принципе, ну, если было такое политическое, ну, как бы, обязательство, они обещали политику, правительство, парламент, и, я так понимаю, это тоже записано в этой декларации Каринча, да, ну, как руководителю правительства, что один из таких, ну, очень-очень-очень приоритетных вопросов, это решение вопроса насчет зарплат медиков, да, там, повисит 19-е, 20-е, 21-е, повисит до, каждый год по 20 процентов. На этот год мы видим, что парламент, в принципе, это, ну, скажем так, домашнюю работу выполнил, но это очень нестабильно, потому что, согласно решению конституционального суда по делу зарплат медиков, это, в принципе, ничего не гарантирует, это значит, ну, сегодня дали, завтра, в принципе, отберем. Я напоминаю, у нас в эфире гость, омбудсмен Юрис Янсенс. Да, вот, возвращаясь все-таки вот к этой теме вакцинации, вы очень хорошо обозначили все эти принципы недискриминации, но, с другой стороны, ведь, ну, я понимаю, что мы, может быть, заглядываем далеко вперед, но ведь рано или поздно для определенных категорий, ну, тех, кто работает с населением, если так можно сказать, каждый день соприкасается, все равно ведь какие-то обязательные требования будут, не только для медиков, не знаю, полиция, пожарно-спасательная служба, даже кассиры в магазине супермаркета. И если, допустим, нет у человека медицинских противопоказаний, ему религия не препятствует, он говорит, я не хочу, я не верю, вот, как вы сказали, эта теория заговора, не буду. Ну, и тогда работодатель может сказать, ну, видите, это, конечно, ваше право, ваше право человека, но нужно думать о правах других людей, вот тех же покупателей магазина. Если вы работаете, там, в магазине, там, не знаю, в гостинице, и вы отказываетесь без всяких причин прививаться, потому что вы считаете, что вас там чипируют, есть у нас такая категория людей, да? Да, даже если причины и более серьезные, и не касаются теории заговора. Вот, где здесь не будет ли противоречий между трудовым законодательством, не знаю, правами человека и правами других людей? Не, ну, видите, если человек отказывается вакцинироваться, и, в принципе, он работает в сфере, где, ну, очень, ну, как бы, тесным или близким контактом с людьми, то, конечно, работодатель имеет право его, ну, как бы, направить на другие работы, да? Где нету этого контакта. Но сейчас наша законодательная база и закон о труде, он, в принципе, не предусматривает такое, ну, как бы, ну, чтобы совсем отпустить от работы, ну, как бы, ну, кончить вот это, ну, даже, сказать, соответственно, трудовые отношения, да. Так что это еще такой, ну, как говорится, для юристов, это, я думаю, тоже будет, ну, тематика для дискуссии, тематика для, ну, как бы, ну, рассматривать, как, ну, с точки зрения прав человека, с точки зрения юриспруденции, как эти вопросы решить. Так что если кто-то отказывается, там, объективно или субъективно вакцинироваться, и он работает, как бы, в тесном контакте с другими людьми, то работодатель имеет право его направить на другие работы. Сейчас, согласно законодательной базе, в принципе, это будет, ну, с точки зрения права, это будет, ну, приемлемо. Но есть ведь и совсем уникальные примеры, которые связаны, в том числе, и с общественным здоровьем, и там руководствоваться только здравым смыслом мало. Ну, возьмем те же самые места заключений. Одни работают с людьми, другие постоянно находятся в замкнутом пространстве. И, не дай бог, туда кто-то приходит инфицированный. Это будет просто всплеск на территории одной тюрьмы. Поэтому, возможно, имеет смысл... Ну, сейчас вот идет тоже, началась вакцинация осужденных, но она, опять же, она добровольная. Возможно, в таких примерах все-таки следует говорить о каком-то принуждении без малого. Нет, нет, ну, видите, принуждение, нет, это будет противозаконно. Но, как я уже подчеркнул, то и сейчас министр здравоохранения, согласно закону об эпидемиологической дрожжи с блэкумс, он имеет право, в принципе, утвердить, ну, какие-то группы общества, которые должны, ну, как бы, в обязательном порядке вакцинироваться. Это уже сейчас, в принципе, ну, как бы, с точки зрения нормативной базы уже существует. Но, конечно, там это решение должно быть очень-очень, ну, как говорится, фундаментально обоснованным. Да, но и в то же время, я тоже уже, ну, это сказал и скажу еще раз, что, ну, так принудительным образом никого нельзя вакцинировать. Это будет противозаконно. Ну, а если закон предварительно, соответственно, изменить, внести поправки, ну, что тут, не знаю, в определенной эпидемиологической ситуации, это хорошо и правильно с точки зрения коллективной общественной безопасности. Ну, то есть, то, о чем я говорю, это именно грань между здравым смыслом, правами человека и той самой общественной безопасностью. Да, ну, в вашем этом тезисе, ну, конечно, там, это логично, это рационально, то, что вы говорите. Но я еще раз хочу подчеркнуть то, что у нас сейчас в стране, ну, принудительным образом никакие медицинские манипуляции не позволят. И этот вопрос, в принципе, он, я думаю, он будет еще долго. Ну, как бы такой горячий картофель, который будут дискутировать и думать, и решать, и так далее, и так далее. Но тут самое главное, чтобы общество, ну, в целом, оно подошло к этому вопросу, скажем так, ну, вопрос вакцинации, ну, так ответственный. Да, и если это в интересах всего общества, ну, вот это, ну, чтобы мы, вакцинируясь, можем как-то избежать, превратить, ну, остановить распространение этого вируса, то мы, в принципе, рационально, логически, ответственно думая, должны, ну, идти на эту вакцинацию. Но я еще раз подчеркнул, что есть некоторые ситуации, есть люди, которые, ну, ни в коем случае им нельзя вакцинироваться, потому что там эти контраиндикации медицинские, в принципе, настолько серьезные, что это может, вакцинация может повредить очень-очень-очень серьезно. Ну, вне всяких сомнений, о полной стопроцентной вакцинации каждого речи не идет. Безусловно, есть различные исключения, но правильно ли я понял, что, по вашему мнению, лучше настроить вот эту коммуникацию со стороны того же самого бюро вакцинации и разъяснять необходимость этого шага? Да, вы абсолютно правы. Самое главное, чтобы люди это осознанно делали. И они, ну, в принципе, осознавали, что это, ну, сейчас вот то, что говорят медики, да, вот, ну, что единственное такое эффективное решение, ну, как бы мы можем устранить или, ну, как-то, ну, избежать вот этого вируса, да, или остановить его, это вакцинация. И там тоже есть хорошие, интересные примеры, истории, когда мы смотрим там. Ну, сейчас же очень, ну, многие, многие такие инфекционные заболевания, ну, возможно, было остановить и избежать только по вакцинациям. Там, скажем, там же были, ну, там, ну, длинный этот список. Если сейчас посмотреть список, ну, правила, да, кабинета министров, да. Вакцинации вакцинации вакцинации, да. Да, и где там сказано, написано, ну, против какие инфекции, против какие заболевания вакцинации детей обязательные, ну, там этот список очень длинный, так что это, в принципе, это не придумали в один день, это уже исторически, да, медики нашли какие-то решения, как можно избежать, как можно остановить, ну, очень серьезные какие-то вот эти вирусные заболевания, и это решение, это, ну, вакцинация. И тут, в принципе, ну, вот такая ситуация, как сейчас, вот этот COVID-19, или как его там называют, ну, там есть еще какое-то медицинское обозначение. Так что, если это решение эффективное и рациональное, то я, ну, советую людям, в принципе, ну, вслушаться рекомендации и советов медиков. Если это, ну, как бы, скажем так, может остановить или приостановить распространение этого вируса, то, ну, будем ответственны, будем солидарны, и, ну, будем вакцинироваться. Я, кстати, уже сделал первые вакцины. Да, спасибо большое. Можно такой последний вопрос в завершении. Вот если вообще так вот анализировать, что чаще всего сейчас вот для вас, как для омбудсмена, очень важно с точки зрения правчек, какие проблемные места, с чем к вам люди обращаются вообще, ну, кроме, может быть, вот этих прививок. Да, спасибо за вопрос. В принципе, у нас работа уже, ну, как бы, в три раза больше, чем перед вот этим... Да, пандемия. Да. В сфере прав детей там очень-очень много сложных такие вопросы, но такой же, как бы, я говорю, тривиальный вопрос – это доступ к образованию, потому что не все семьи могут, ну, как бы, предоставить, ну, такие, ну, более качественные обстоятельства, ну, на дому, чтобы, ну, скажем, там, два, три, четыре ребёнка, ну, могли... Получили свой компьютер, могли учиться, да. Да, понимаете, это значит, что надо вот это всё... Компьютеры надо, там, надо интернет, там, надо кому-то, ну, кому из родителей надо быть присутствием, чтобы вот этот процесс, как бы, ну... Ну, ну... Осуществить, да. Министрировать, скажем так. Это тоже вопросы насчёт социальных всяких элементов, там. Ну, сейчас уже как-то, ну, правительство более справедливо и эффективно, ну, нашли вот такие, ну, как-то решения насчёт пособий, ну, социальных бенефитов, социальных пособий и социальных, ну, как-то, ну, таких вспомогательных элементов. Да, ну, очень-очень много работы по пансионатам, потому что там, ну, очень такая ситуация, ну, если, ну, там, в Испарнот есть, а в этом ситуации очень сложные, потому что, если там годами нерешённые, вот эти, ну, как, ну, садзи и вискасы... Бытовые вопросы все, да. Да, 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 ну, так, и вот этот COVID ещё там, скажем так, навалился, да, и очень трудно пансионатам, в принципе, ну, предоставить, ну, такие обстоятельства, чтобы, ну, те, которые инфицированы, ну, люди, которые инфицированы, ну, с инфекцией, ну, чтобы они, ну, как бы не пересекались с теми людьми, которые не инфицированы, да, ну, там, ну, как бы работают институции, но видно, что шаг вперёд, ну, два шага в сторону. Ясно, спасибо большое вам, будет, смотри, Юрий Сьянсен, у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо, и не болейте. Да, спасибо. Что же, у нас небольшой перерыв, а потом мы будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. Утро на Болткове